Если у Павла Дурова в его мессенджере Telegram увеличилось количество пользователей на 25 миллионов человек, то у другого мессенджера WhatsApp из-за их новой политики конфиденциальности произошел сильный отток пользователей. Подробнее в нашем следующем репортаже. В начале января разгорелся скандал вокруг мессенджера WhatsApp. Произошло это из-за того, что приложение изменило свою политику конфиденциальности, в связи с чем пользователи встали перед выбором. Делиться своими персональными данными с Facebook, которому сейчас принадлежит WhatsApp, или отказаться от использования приложения. Хотя разработчики Facebook и WhatsApp попытались объяснить, что они в любом случае не имеют доступа к личным сообщениям пользователя и их звонкам, а изменения нужны для лучшей интеграции WhatsApp с другими продуктами Facebook, это уже не спасло ситуацию. Пользователи стали массово переходить в другие мессенджеры. Компания не оставила в стороне негодование пользователей и попыталась объяснить новую политику в сообщении в своем блоге. В этом обновлении мы предлагаем новые возможности для общения с компаниями WhatsApp, а также подробнее объясняем, как именно мы собираем и используем данные. Сегодня покупки в WhatsApp еще не столь распространены, но мы думаем, что в будущем эта ситуация изменится, и поэтому считаем, что пользователям будет полезно знать о наших новых услугах. Это обновление ни в коей мере не расширяет наши полномочия в отношении предоставления пользовательских данных Facebook. Что хочет компания Facebook? Она хочет сделать так, чтобы данные, которые аккумулируются в WhatsApp, они шли в Facebook. При этом надо понимать, что речь не про право читать сообщения. То есть очень много людей, очень большому количеству людей кажется, что речь на самом деле идет про то, что Facebook будет читать сообщения в WhatsApp. Нет. Но так или иначе, для того, чтобы у людей рассеяли сомнения по поводу утечки их данных, представители компании объявили, что берут паузу, чтобы разобраться с дезинформацией, окружающей обновлением политики конфиденциальности, а также откладывают срок вступления новых правил в силу. Винджамини Баева, Универ Ньюз.